На время проведения форума «Лед Волга» спорт-арены превратился в мини-город с фотозонами, ярмарками и интересными площадками. Тысячи участников со всех уголков страны приехали в Ульяновск, чтобы показать свои успехи и поделиться опытом. А самое главное – доказать, что кооперация не просто жива, но и перспективна. Восемь тематических площадок были посвящены образованию, технологии и коммерции с приставкой «Кооп». Посмотреть новинки в машиностроении участники могли на площадке «Автопревью», а продегустировать деликатесы из других регионов на ярмарке «Своя еда». Почетные гости постарались по максимуму уделить внимание всем площадкам, ознакомились с промышленным производством, изготовлением сувениров и оренбургских платков. И даже зажгли символический маяк дружбы. На площадке эстафета «Знания и опыта» губернатор Сергей Морозов и представитель Центра союза Дмитрий Зубов дали старт проекту «Маяки дружбы. Россия сближает». Проект реализуется по принципу «волонтерский труд в обмен на просвещение». Мы берем ребят разных национальностей, они приезжают в первые половины дня, они помогают, они работают. Реальный, реальный труд, что-то делают на пользу. Во второй половине дня в регионе, регион обеспечивает информацию о регионе, они рассказывают, ребята узнают регион, пребывание, где они находятся культуры, труд. Форум включил в себя церемонию подписания ряда соглашений, направленных на сотрудничество с различными структурами. Центр Союз вместе с областным правительством договорились сотрудничать в сфере развития сельских территорий, в том числе по повышению уровня занятости сельского населения и развитию соцсферы. Вместе с Центром стратегических исследований и областным правительством была принята декларация устойчивого развития и экономической безопасности районов. В этом году в документ включены целевые показатели развития муниципалитетов, которые четко увязаны со стратегией развития региона, с учетом потенциала каждого района. Наш Центр разработал данный проект, который позволяет сегодня оценить, а вот глава администрации Павловского района обеспечивает такое состояние экономики, финансов, продовольствия и экологии в соответствии с теми нормами, которые в принципе нужны для нормального человеческого существования на этой территории. А кто лучше сработал, сработал он или глава базарного ССГАНа или глава Димитровграда, вот эта система она сделать позволяет. Результаты работы, которые подведут в конце года, позволят сохранить темпы экономического развития региона и поддержать развитие экономической инфраструктуры. Считаю, что данное направление является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных с точки зрения развития малого и среднего бизнеса. И в общем-то очень большой интерес предъявляет и само население. Спрос на органические, экологически чистые продукты питания постоянно растет. Благодаря достигнутым договоренностям в регионе будет вестись работа по развитию потребительской кооперации, привлечению молодежи в ее ряды, развитию физической культуры и спорта среди пайщиков и работников потребительской кооперации. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.